Супруги Трондины познакомились, работая вместе на заводе. Простречались год, ходили на танцы и ездили на природу. Признаются, не верятся, что это было аж 65 лет назад. У семейной пары двое детей, четыре внука и один правнук. В день семьи, любви и верности супруги делятся своим рецептом счастья. По их мнению, главное в браке – подойти к семейной жизни серьезно и с ответственностью. Чтобы была дарственная работа, чтобы семья была. Чтобы обеспечен был человек молодой. Как мы работаем на заводах, на предприятиях, суббота рабочие будут, с преседе ездили в субботу на ночь, там за Самарку, куда-то отдыхали. Поздравления в день семьи, любви и верности принимают не только супруги Трондины. В Самарском дворце ветеранов чествовали 13 семейных пар ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Все они прожили в браке 45 лет и более. Указом президента Владимира Владимировича Путина 8 июля утвержден День любви, семьи и верности. И, конечно, в городе Самаре этот праздник сегодня отмечается в первую очередь на всех площадках города. Сегодня пройдут мероприятия и на набережной, и в этом году во дворце ветеранов мы пригласили пары семейные. Это супружеские пары, которые в любви и верности воспитали своих детей и вместе идут по жизни очень-очень длительное время. На поддержку юбиляров семейной жизни направлена городская программа «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста». Всего в городском округе Самара действует 69 мер социальной поддержки семей. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События.